Персона, которая не нуждается в представлении. В пятницу свой избирательный штаб в Иванове открыл Алексей Навальный. 21-й по стране из 77 запланированных. Оппозиционер намерен побороться за президентский пост в 2018-м. Основных задач у штаба три – сбор подписей, агитация и организация наблюдения. В предстоящей работе оппозиционер рассказал волонтерам, которые будут отстаивать его интересы. В Иванове это в основном молодые люди. Кандидату в президенты России необходимо собрать 300 тысяч подписей. Я безусловно считаю, что значительное количество людей, большинство людей в России считает, что эта власть уже не работает, она надоела. Нам просто нужно рассказать о наших планах. И я веду эту избирательную кампанию для того, чтобы победить. И считаю, что победа не просто возможна, она нужна стране. В стране нужна смена власти, и она должна случиться. С тем, что Навальный хороший оратор, поспорить сложно. Десятки человек не покидали душной зал почти два часа. Фотографировались с оппозиционером, пока не было объявлено пресс-конференции. Ивановскую область Навальный называет рефреном своей избирательной кампании. Вот эта дача в Плесе, дом для уточки и все остальное, стала уже для всей страны символами коррупции. По всей стране выходили с этими уточками. И мы видим, что на примере Ивановской области, которая находится в довольно плачевном и весьма бедном состоянии. Вот эта вот роскошь, эти миллиарды, которые тратятся на дворец, они стали одним из драйверов избирательной кампании. Я очень счастлив открывать сегодня штаб. Стоит отдать спикеру должное к визиту в Иваново, он действительно подготовился. И владеет информацией не только о Плеской в ВИП-даче. У вас здесь посадили половину чиновников совсем недавно. Вчера был приговор, сколько? Восемь с половиной лет он получил. У вас два вице-губернатора, одного посадили, один под следствием. Мэр Иваново же тоже под следствием где-то. То есть коррупция, она очевидна. Она эпизодически. Мы видим с ней не просто борьбу, а наказание конкретных коррупционеров. Но системно ничего не меняется. Поддержку в избирательной кампании Навальный намерен получить у своей интернета аудитории и волонтеров. Последние, по словам позиционера, денег никаких не увидят. Все на добровольных началах. Елена Белова, Андрей Семенов-Волков, РТВ Иваново.